Безусловно, победы наших атлетов громко заявляют о Беларуси на мировых спортивных площадках. Впрочем, и на политической арене нашу страну знают как исключительно миролюбивое государство. А Минск уже давно стал символом мира. Взять, к примеру, давнюю дружбу Сербии. Наш президент бывал в этой стране четырежды, но там особенно помнят и ценят этот момент. 99-й год. В то непростое время, когда мирные жители оказались под бомбардировками НАТО. Именно Александр Лукашенко прилетел в Белград, чтобы выразить поддержку народу. Беларусь тогда осудила агрессоров, помнит в Сербии и помощь, которую наша страна оказала после страшного наводнения в 2014-м. Словом, эти поступки зародили прочный фундамент дружбы. У Беларуси и Сербии блестящие отношения. Такими словами, Александр Лукашенко сегодня начал переговоры со спецпредставителем президента Сербии Небольшей Стефановичем. Провести такую встречу накануне в телефонном разговоре белорусского лидера попросил глава Балканской республики Александр Вучич. Небольшей Стефанович занимает пост заместителя председателя правительства Сербии, а также возглавляет Министерство внутренних дел. Как подчеркнул сегодня Александр Лукашенко, народы двух стран очень дружны, а между государствами всегда складывались добрые отношения. Мы вчера разговаривали с моим добрым другом Александром. Он мне все подробно рассказал. И мне приятно сегодня встретиться с представителем президента Сербии. У нас нет необходимости для каких-то вводных слов, потому что у нас блестяшие отношения с вашей страной. Иначе и быть не может. Мы хорошо знаем друг друга. Я имею в виду Сербия и Беларусь. Наши народы очень дружны. Вот она, как Аксакал, прекрасно понимает. Да, давний наш переводчик и друг. Что у нас складывались всегда очень добрые отношения. Они складывались очень динамично. Мы погружены во все те проблемы, которыми живет ваша страна. Думаю, и вы хорошо знаете вопросы, которые нам приходится решать. Сложно вам, не просто и нам. Но мы жили и будем жить, потому что мы славяне. Мы древние народы. Мы умеем преодолевать трудности, если они есть. И преодолевать их вместе. Я думаю, вы, будучи здесь, в Минске, еще раз убедитесь в том, что мы питаем очень теплое отношение к нашим братьям-сербам. И надеюсь, что вы мне подробным образом расскажете все, что хотел передать мне президент. И мы обсудим и примем решение по вопросам, по которым мы должны принять решение. Я так благодарен для этих ваших слов, потому что мы это тоже чувствуем к вашему народу, нашему братскому народу. Небольший Стефанович также проинформировал белорусского лидера о ситуации в Сербии. Отдельно он коснулся последних событий в Косово. Подробно политики обсудили и актуальные вопросы сотрудничества, и пути развития межгосударственных отношений. Напомню, в этой Балканской республике действуют сборочные производства белорусских тракторов и автобусов. По улицам Белграда можно проехать и на троллейбусе минского производства. С другой стороны, сербы активно инвестируют и в крупные строительные проекты в Беларуси. Это многофункциональные комплексы с жилыми домами, магазинами и офисами. В прошлом году, по сравнению с 2016-м, государству удалось удвоить товарооборот. По итогам 2017-го он составил почти 240 миллионов долларов. Но специалисты двух стран уверены, потенциал для увеличения взаимной торговли и расширения кооперации еще есть. Для Сербии важно продолжение экономического сотрудничества с Беларусью. Существует очень много сфер, в которых мы можем расширить сотрудничество и нарастить взаимный товарооборот. Не менее важно и то, что я передал личное приглашение президента Вучича президенту Лукашенко в последующие несколько месяцев посетить Сербию. Для нас это будет очень важный визит. Известно, что приглашение посетить Сербию президент Беларуси принял. Конкретные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам. Сербия президент Беларуси принял. Конкретные сроки визита